Всем привет! На связи Денис Шаповалов и сегодня в рубрике личный опыт делюсь двумя интересными настольными играми из своего домашнего, так сказать, арсенала. Эти две игры мне особо, так сказать, дороги и они, на мой взгляд, обе must-have для каждой семьи. И почему так, сейчас попробую вам объяснить. Значит, игра первая, игра Sleeping Queens называется. Вот это вот американская версия игры, здесь немножко больше королев в этой игре. В нашей русскоязычной версии, которая везде продается, королев чуточку меньше, но в остальном это все такая же игра. Значит, что здесь особенно интересного? Игра, во-первых, она простая, она правила очень легко запоминаются. Есть интересные моменты в игре, связанные с тем, что королевы, которых вы в процессе собираете, можно у другого игрока украсть, а можно любую королеву другого игрока усыпить, то есть вернуть на место и потом ей, возможно, завладеть со временем. И эта игра очень неплохо тренирует счет в пределах десяти. И для этого есть в этой игре специальное правило. Правило такое. В процессе для того, чтобы завладеть большим количеством королев, вы меняете часть своих карт на карты из общей колоды. Так вот, в этом процессе обмена вам может попасться карта король, которая позволит вам обменять, заполучить королеву очередную. Ну и есть просто обмен, чтобы найти того самого короля, либо карту, с помощью которой можно украсть. Вы берете часть своих карт, кладете и из колоды берете новые. Так вот, в процессе этого обмена своих карт на новые, вы что делаете? По правилам игры вы находите две одинаковых карты, например, две пятерки вам попались, и вы их кладете и берете две новых карты. Либо вы придумываете пример. Например, 6 плюс 1 равно 7. То есть у вас должны быть тогда три карты эти. 6, 1 и 7. И вот ребенок, когда играет, он, конечно, хочет карты, которые у него в руках, как можно больше поменять на новые из колоды. Вдруг там попадется король. Либо карта, с помощью которой можно украсть королеву другого игрока. Но мотивация может быть слабая, потому что, ну, все-таки, знаете, хочется, конечно, три карты обменять на три новых. Но для этого надо придумать пример, а пример надо увидеть среди своих карт. И, возможно, ребенок не захочет так делать, а захочет просто либо одинаковые менять, либо, ну, дожидаться в таком более свободном режиме своего короля, или карту, с помощью которой можно украсть королеву другого. И я вот в этом плане предлагаю вам такое новое правило. Можно из колоды убрать королей и сделать так, что если вы составили пример, то этот пример и дает вам возможность взять себе королеву. То есть получается, что единственный способ, которым можно завладеть королевой, это увидеть среди своих карт с цифрами пример. Таким образом, мотивация составить пример у ребенка возрастает. Он только этим и занят. Он только и выискивает примеры. Почему? Потому что это единственный способ, как можно выиграть. Этот прием можно попробовать сделать. Мы еще в своей семье придумали такое правило, что можно составлять длинные примеры. Например, там 10 минус 1, минус 1, минус 1, будет 7. Это о чем говорит? О том, что карта 10, карта 7, карта 1, карта 1, карта 1. И получается, вы сразу 5 карт выложили и взяли 5 новых карт. То есть обмен происходит быстрее. А также мы еще придумали, что можно делать умножение и деление, чтобы как-то игру, можно так сказать, быстрее запустить что ли. Потому что если придерживаться только тех правил, которые заявлены в инструкции, то игра получается немножечко медленная, скажем так. Но поначалу можно делать так, как в инструкции. А потом можно такое правило добавлять. Значит, Sleeping Queens рекомендую всем. Игра действительно классная. Дети ее просто обожают. И со сколькими детьми мы не играли в эту игру, почти все влюбляются в нее с первого раза. Вторая игра не менее интересная. Здесь об этой игре я узнал из одного обзора на игры. Обычный был такой обзор, что-то наподобие 10 классных игр какого-то года. Ну, что-то такое. И там были разные игры в этом обзоре. И вдруг я замечаю, что рассказывают про игру, у которой очень необычные правила, очень необычная механика игры. В чем же необычность была? Значит, в этом обзоре рассказывали про игру Пандемия. И необычность, которая меня заинтересовала, и я об этом никогда раньше не слышал, была в том, что вот эта игра Пандемия, она устроена хитрым очень образом. Если вот в эту игру Sleeping Queens вы играете, и там есть явно кто-то один выигравший, кто набрал наибольшее количество очков, или наибольшее количество королев собрал, тут уж как вы договоритесь, да, то в игре Пандемия, про которую шла речь, выигрывали все, кто в нее играет. Либо все, кто в нее играет, проигрывали. Оказалось, что есть такой жанр игр. Вот я, к сожалению, не выяснил, как он называется. Если вдруг кто-то из вас знает, напишите в комментариях. Жанр игр, в которых играют игроки против самой, так сказать, игры. Это, знаете, что мне напомнило, как в компьютерных играх, когда только вот на заре этих всех, да, было, игры было, что вы играете как бы, да, против компьютера. То есть вы проходите миссии, и, то есть нет какого-то еще игрока, который может быть, да, то есть только вы один на один с игровой ситуацией. Также в этой игре Пандемия. Я поделился этой информацией с другом семьи нашей, который очень много имеет в своем арсенале игр настольных, намного больше, чем у нас, и обожает в них играть. И их семья играет регулярно, и много. И мы играли с их семьей тоже. Вот. И он меня внимательно выслушал, и оказалось, он тоже не слышал про такой жанр ничего. Вот. Спустя очень короткое время нам как раз эти ребята подарили игру, но не та пандемия, про которую я рассказывал, а игру, вот, которая называется «Запретная пустыня». Что здесь интересного? Игра такая же, как и пандемия по механике. То есть семья играет против самой игры. Значит, что в «Запретной пустыне» происходит? Вы садитесь за стол, вытаскиваете какого-то персонажа себе, которым вы будете играть. Вот. Персонажи здесь интересные. Мне напомнило это фильм «Джуманджи», когда, помните, герои главные имели какие-то свои особенности. Где-то у них были сильные стороны, где-то у них были слабые стороны. И в процессе можно было использовать эти особенности для достижения общей цели. То же самое здесь. Вы выбираете себе персонажа. Есть вот исследователь, хранитель воды, археолог, скаут, навигатор, метеоролог. Вот. Ну, переворачиваете карты, кто-то вслепую вытаскивает, потом смотрит, кто он на эту игру. И вы начинаете двигаться в этой игре по засыпанной песком пустыне. Вы играете по очереди, каждый делает свой ход по очереди, но ваша цель одна. Вы подчинены общей цели. Пустыня за счет своего ветра и за счет своего надувания песка и за счет того, что там жарко и может закончиться вода, она как бы против вас, пустыня. Вот. А вы все объединены одной общей идеей собрать вот такой вот корабль, который состоит из деталей. Вот эти все детали, они якобы находятся в пустыне в разных местах разбросаны. Вот. И вот эти вот все детали вы должны соединить поедино, сесть на этот корабль и на нем покинуть пустыню. И тогда считается, что вы выжили, вы выиграли, с вами ничего не случилось, вы все победители. Вот. И интересно то, что когда все сделали ход, кто играет, свое черное дело делает пустыня. Она пересыпает песок, насыпает его где-то больше, что-то закапывает еще глубже, то, что вы хотите найти. И когда вы делаете ходы свои, то вы обсуждаете каждый свой ход с участниками игры, потому что вы все подчинены одной общей цели. Поэтому вам важно советоваться, вам важно договариваться, вам важно как-то планировать, что вы собираетесь делать. Вот. И в этом, на мой взгляд, состоит большая ценность этой игры именно для семьи. Потому что ребенок, когда с вами играет, у него очень здорово затачивается навык коммуникации, навык ведения переговоров. Он пробует отстаивать свою точку зрения, он пробует что-то доказывать взрослым, когда ему кажется, что вот такой сценарий сейчас является наиболее удачным в этой ситуации, чтобы... И он иногда учится проигрывать в этих переговорах, потому что ему что-то кажется, но взрослые понимают, что здесь это не пройдет. Иногда взрослые могут позволить ему проверить его теорию, сами подозревая, что это явно, скорее всего, провал. Но тогда, если вы провалитесь, то не один проиграет в игре, а вот вы все проиграете в игре. Вот это вот важно. Тут нет одного проигравшего, либо одного выигрыша. Тут есть либо все выиграли, либо все проиграли. И игру вы идете просто рука. Обраку постоянно пользуясь своими особенностями. Вы же выбираете вначале какого-то персонажа, вот его особенности, надо про них не забывать. Они могут выручать там в определенных сложных ситуациях. Первый раз я с семьей играл в эту игру, и мы ее выиграли, и я подумал, что тут сложного, где тут вообще все очень было легко. Но это было только один раз так легко. Были разы, когда мы были на волосок от смерти, кто-то из персонажей мог умереть, а умереть тут, по-моему, два варианта. У вас может закончиться вода, либо песок может, пустыня может просто вас засыпать песком насмерть. Вот здесь уровень песка может очень быть высокий. Вот. Поэтому вот исходя из того, что получает ребенок в процессе игры со взрослыми на равных, да, потому что он такой же персонаж, как и вы по игре, и он с такими же правами одинаковыми, и тут нет одного выигрыша, одного проигравшего. Ну, конечно, особенно интересна эта игра может быть тем, у кого ребенок, ему очень сложно выигрывать, точнее, ему сложно очень проигрывать, он очень сильно расстраивается при этом. Так вот, я заметил такое, что когда ребенок не умеет проигрывать, и для него это полная катастрофа, ему намного легче проиграть, когда он вот эту вот негативную идею проигрыша делит с кем-то, разделяет с кем-то. Вот, поэтому здесь игра очень интересная, и действительно такой какой-то, вот когда вы, ну, первый раз будете играть, будете так прощупывать правила, что как можно, мы в первый раз игра, первый раз, когда у нас произошла в игре смерть, прям это было, это было, знаете, с чем связано, с тем, что мы не знали, что персонаж, который у нас умер, как мы подумали, что он вообще-то, его песком засыпать нельзя, соответственно, просто не знали этот нюанс, забыли, первый или второй, второй или третий раз играли, и мы подумали, что все, игра закончена, у нас умер один персонаж, все, мы не выбрались, всей командой, и значит все. Оказалось потом, что это сначала не проигрыш, на самом деле, надо было двигаться дальше. Поэтому сначала привыкайте, потом начинайте уже нормально играть, и игра разворачивается очень, действительно чувствуешь себя, вот что-то наподобие, как вот герой фильма Джуманджи, да, вот так вот, запретная пустыня. Всем рекомендую. Вот это то, чем я хотел с вами поделиться. Спасибо за внимание, спасибо за просмотр, всем до связи, пока. Субтитры сделал DimaTorzok